Добрый день! В сегодняшнем уроке я расскажу вам, как правильно выполнять укороченный удар, который получается из удара двумя руками с отскоком. Я вам расскажу, как правильно не только технически выполнять этот удар, но и покажу, как тактически выполняется этот удар. В этом уроке мне будет помогать Лаврентьев Кирилл, это мой помощник, детский тренер по теннису. Он мне будет сегодня ассистировать. Итак, первое, что вы должны понять, выполняя укороченный удар слева, я как левша у меня справа, это то, что укороченный удар выполняется в тот момент, когда у вас физически есть время на выполнение обеих ударов, атакующего и укороченного. Если же у вас цейтнот, и вы в цейтноте пытаетесь внезапно нанести укороченный удар, соперник это увидит очень рано и сделает движение вперед, еще до того, как вы коснетесь мяча. Ваша задача, выполняя укороченный удар, как можно дольше давать понять сопернику, что вы не собираетесь его делать, что вы полностью настроены положением ног и замахом на атакующий удар. И только в последний момент вы переводите ракетку из положения двуручного удара в одноручный на укороченный. Это теория. Сейчас я покажу, как это выглядит, технически разбив это на детали. Вы делаете точно такой же замах, как вы делаете удар с двух рук. Одноименная нога, шаг на мяч. Делаете подбор, мелкий подбор к мячу, дошаг. Переносите вес тела на переднюю ногу, для того, чтобы начать разгон. Все это время ваш соперник должен быть уверен, что сейчас вы будете атаковать. И только после того, как вы перенесли вес тела на переднюю ногу, вы одноименной рукой, своей рукой, правой, моя левая рука, начинаете разворачивать ракетку так, что ваша плоскость выходит на резанный удар. А вторая рука, моя правая, если правшая, левая, начинает медленно отпускать ракетку. И укороченный удар выполняется уже одной рукой. Итак, начальную тактическую составляющую укороченного я вам рассказал. Сейчас я расскажу вам, покажу вам, как практически по технике выглядит укороченный удар, который вы выполняете с двух рук. Хотя по-настоящему в конце он выполняется уже одной рукой. Очень важно, что начальное движение вы делаете точно так же, как вы делаете для того, чтобы пробить по мячу активно, выполнить атакующий удар с двух рук. То есть это идет шаг одноименной ногой. Шаг на мяч разноименной ногой, подбор к мячу. Все это время ваш соперник должен быть уверен, что вы собираетесь наносить атакующий удар и по линии, или кроссам. Он даже этого не должен видеть. То есть его разножка в этот момент должна идти назад. Вы сделали замах, перенесли вес тела полностью на переднюю ногу, для того, чтобы начать разгон якобы для атакующего удара. И в этот момент, когда вы перешли весом тела на переднюю ногу, ваша передняя нога вас затормозила, вы не воткнулись вниз. Вот в этот момент ваша плоскость разворачивается, как нарезанный удар. Делаете это своей ударной рукой. Я левый, правша делает правый. И ракетка, как с платформы, как с какой-то подставки разноименной руки, моей правой, а у правшей левой, начинает скользить в сторону мяча и делает движение не только вперед, но и поперек корпуса. Для того, чтобы придать мячу также боковое вращение. Выглядит в динамике, я медленно покажу, это примерно так. Шаг одной ногой, шаг другой. Вы двигаетесь к мячу, переносите вес тела на переднюю ногу, разворачиваете ракетку, ваш торец смотрит вперед, и локоть уходит на противоположную сторону корпуса. Рука, разноименная рука, рука без ракетки, обязательно в этот момент стоит на месте. Это очень важно. Она не крутится, она не отмахивается на укороченном. Как при ударе с резаным, с отскока рука идет назад, на укорочен, обязательно ваша рука стоит на месте, в очень хорошем тонусе. Ракетка пошла поперек корпуса, придала мячу боковое вращение, и вы после этого вышли из удара, так как, если вы правильно выполнили укороченную, вы выиграли розыгрыш, потому что соперник не может увидеть этот укороченную. Он может только в будущем, если вы слишком часто выполняете этот удар, уже по статистике, по интуиции начинать догадываться, что сейчас вы нанесете укороченный удар, но он не будет видеть его технически. Вы будете очень-очень скрытно выполнять этот удар. Замах, шаг, развернули, укоротили. В самый последний момент на мяче. Сейчас Кирилл мне побросает мячи, и я уже покажу, как этот удар выполняется с мячом. Я сделал замах, развернул локетку, укоротил. Очень важно в этом укороченном, что вы не даете высокую траекторию мячу. Мячик должен лететь быстро и низко. Если вы даете высокую траекторию, и даже мячик отскочит близко к сетке, то время, которое мяч будет в воздухе, и после отскока, оно гораздо выше, чем если я укорачиваю чуть дальше, но мячик после первого отскока сразу делает второй. И плюс скорость полета мяча на ту сторону возрастает, если я стараюсь укороченно сделать низко, а не коротко. Это тоже очень важная составляющая. Замах, разворот, укороченный. Замах, разворот, укороченный. Мячик все время, если бы видели отскок, у моего мяча есть боковое вращение. Он не просто отскакивает вперед, он еще уходит в сторону, за коридор. Шаг я на передней ноге, я укоротил. Обратите внимание на мою неударную руку. Замах, шаг. Подожди секунду. Вот, примерно так выглядит укороченный. Даже не примерно, именно так выглядит укороченный, который выполняют профессионалы. Тот укороченный, с двух рук которым они постоянно подлавливают своих соперников. В целом, на грунтовых кортах вы можете пользоваться укороченным ударом практически каждый розыгрыш, создавая для этого выгодную ситуацию. Вы наносите несколько активных ударов подряд, по диагонали, с переводом, и уверяете соперника, что вы именно так собираетесь закончить розыгрыш. И потом внезапно, внезапно меняете движение на укороченный. Со временем соперник привыкнет, что вы очень часто выполняете укороченный, и будет делать разножку уже вперед на вашем ударе. И в этот момент, вместо того, чтобы сделать укороченную, вы простым плотным ударом будете играть ему за спину. То есть вы раскидаете ноги соперника. Он не будет знать, куда и как ему двигаться разножкой в момент вашего замаха. Я надеюсь, что этот урок был ценным для вас. Тренируйтесь, оттачивайте свое мастерство, заходите на наш сайт и смотрите наши видео уроки. С вами был Андрей Миринов. Всего доброго. И Кирилл Лаврентьев. Давайте скажем спасибо Кириллу большое за помощь в данном уроке. Спасибо, Кирилл. Спасибо. Кирилл помогает нам в наших уроках, и мы очень благодарны ему. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok